Министерство экономики определило ключевые задачи для отечественных экспортеров. Среди них укрепление на рынке России и активное увеличение продаж в страны дальней дуги. В планах выйти на показатель роста экспорта товаров и услуг в 7,6% или почти на 4 миллиарда долларов. В Беларуси отмечают Международный день ребёнка. Наша страна занимает 25 место среди 170 государств и первая в СНГ по благоприятным условиям для материнства и рождения малышей. К слову, в Синёкой сейчас проживают почти 1 миллион 900 тысяч детей, а это 20% от общей численности населения. Конкурс белорусско-китайских научно-технических проектов на 2024-2025 годы объявлен в стране. Среди направлений состязаний – медицина, экология, машиностроение, энергетика. Для участия необходимо предоставить бизнес-стратегию договора о сотрудничестве с организацией-партнёром план финансирования. Заявки принимаются до 20 декабря. Коммунальные службы Беларуси готовы к похолоданию снегопадом, который синоптики обещают уже на этой неделе. Специальная техника отремонтирована и подготовлена к работе. В арсенале есть всё, чтобы расчистить дороги и сделать движение комфортным и безопасным как для водителей, так и для пешеходов. Правовой профсоюзный приём граждан пройдёт в Бобруйске 30 ноября с 10 до 12 часов на Минской 96. Специалисты ответят на вопросы, которые касаются разъяснения норм законодательства, регулирующие сферу трудовых и связанных с ним правоотношений.